Недвижимость и право в Испании. Друзья, хотели бы вы поговорить с коллегиальным адвокатом на тему недвижимости и законодательства в Испании, задать ваши вопросы и получить компетентные ответы? Если да, то смотрите это видео до конца. Мы собрали множество вопросов, которые задавали наши подписчики. Возможно, ваш вопрос тоже будет среди них. Если после просмотра видео у вас останутся вопросы, есть два варианта. Первый. Напишите в комментариях ваш вопрос. Мы обязательно рассмотрим его в нашей следующей серии, потому что мы планируем записывать регулярный контент на тему недвижимости и права. И второй вариант. Записаться на индивидуальную консультацию, в рамках которой вы рассмотрите вашу тему подробно и получите ответы на все интересующие вопросы. Друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Виктория Белякова. Я директор агентства по делам иностранцев в Испании How to Spain. Мы помогаем переехать и интегрироваться в Испании. Пожалуйста, напишите в комментариях, откуда вы, как вас зовут и почему тема недвижимости интересует вас. Возможно, вы планируете покупку или инвестиции. Это поможет нам понять, на какие темы записывать наши последующие видео. Итак, с вами мы уже знакомы. Пойдемте знакомиться с гостем нашего сегодняшнего интервью. С адвокатом, которую зовут Инга Огошкова. Это коллегиальный адвокат с многолетним опытом. Наверняка сегодня у нас будет много пользы. Пойдемте. Итак, если вы смотрите это видео, значит тема недвижимости и права актуальна для вас. Друзья, я буду на вашем месте сейчас. Буду задавать вопросы адвокату Инге Огошковой. А Инга будет отвечать. Ну, консультация начинается. У меня часто спрашивают, в чем разница между юристом и адвокатом. Я заметила, что люди при переезде в Испанию часто ищут именно юриста, не понимая, что в определенных сделках им требуется именно адвокат. Если это сложная сделка и требует адвокатской компетенции, то вам юрист не поможет. Сейчас мы уточним у Инги, в чем, в принципе, разница между юристом и адвокатом и кто такой вообще юрист в Испании, если существует такая профессия. Виктория, очень хороший вопрос. Действительно, очень многие мне его задают, потому что по прошествии нескольких лет в Испании возникают вопросы, какая же все-таки разница, хистор, асессор, адвокат, юрист. Главное, что нужно иметь в виду, это то, что профессия юридическая в Испании регулируемая. Это что значит, что все юристы должны быть адвокатами. Обычно юристы, которые работают в компаниях, как юрист компании, в Испании это контракт менеджер, человек, который занимается, грубо говоря, договорами. Но вся юридическая работа, вся комплексная и сложная, не только судебные дела, абсолютно вся юридическая работа обычно осуществляется внешними консультантами, которые являются адвокатами. Адвокат должен быть зарегистрирован в соответствующей коллегии адвокатов, палате адвокатов, и, естественно, сдать экзамен, пройти обучение. Поэтому если есть какой-то юрист, который вам предлагает юридические услуги, сразу имейте в виду, что этот человек, скорее всего, не имеет доступа к юридической профессии и, соответственно, не несет никакой ответственности. Грубо говоря, как в наших странах, то же самое. Юрист не несет ответственности. У нас часто споры между юристами и адвокатами, когда возникает какая-то проблема по факту оказания услуг. Вы знаете, я захожу в Инстаграм, и в каждом пятом профиле вижу юрист, и миграционный юрист, и другие слова, иногда даже адвокат. Но если я вижу такой адвокат и не вижу кольяльного номера, то меня это немножечко тревожит. Инга, скажи, пожалуйста, как проверить, настоящий ли я адвокат перед тобой? Вот человек сказал, я адвокат или я юрист, как проверить его компетенцию? Я бы сказала, что здесь обычно ставят юрист в профилях адвоката, которые являются юристом, больше для маркетинга, для SEO, потому что наши люди обычно ищут юриста, не понимая разницу адвоката и юриста, думая, что адвокаты это только судебные дела. Поэтому здесь, если вы хотите проверить, что это за лицо и является коллегиальным, есть ли у нее страховка на деятельность юридическую, то вам можно зайти на сайт соответствующей палаты адвокатской, либо есть общий реестр, «Сеншо де абугафия», если вы ведете в поиски, у вас выйдет все адвокаты Испании. И там можете ввести имя любого адвоката, и вам выйдет информация. И не только информация по адвокату, еще его телефон, адрес, где он зарегистрирован, и действующий ли у него статус, и есть ли у него страхование. При покупке недвижимости на вторичном рынке или у застройщика, наверняка у каждого иностранца возникают вопросы, насколько это безопасно, как провести сделку чисто. В этом случае очень часто риэлторы убеждают, что все будет хорошо. Тодобьен, адвокат не нужен, юрист не нужен, сделка очень простая. Возможно, так и бывает иногда. Но зачем тогда нужны адвокаты? Какие сделки проводят адвокаты? Инга, для чего нужен адвокат? При покупке недвижимости на вторичном рынке и у застройщика? Какие гарантии получает клиент? Какие риски себя снимает? Здесь, как вы правильно определили, у нас есть два типа. Это первичка или вторичка. При первичке рисков меньше, на самом деле. И более того, если вы вступаете на начальной стадии, то все вот эти оплатежи, они застрахованы банком. То есть у клиента больше гарантий. Если вы получаете вторичку, то здесь, конечно, обязательно нужно проводить проверку недвижимости. Если вам говорят, что все хорошо, иногда самые агенты не знают, какие риски могут быть. Самый наиболее встречающий риск по моей практике это скрытые обременения, о которых мы не знаем. И второе, это собрание участников, собственников жилья. Вот здесь надо быть предельно аккуратными, потому что очень часто выносятся какие-то решения на общем собрании, обязывают вот эту квартиру каким-то обязательством, недвижимость покупается, и вы не знаете, что вместе с недвижимостью к вам перешел долг. Да, обычно требуется сертификат от президента, от администрации, от администрации ОНДФИНКОС о том, что нет долгов. Но вам нужно обязательно проверить, что у вас указано в актах, в протоколах собраний. И также могут быть указаны какие-то ограничения на использование недвижимости. Не знаю, по ремонту, по установке, по шуму. То есть это тоже нужно вам хорошо определить, что там указано. Поэтому не только у нас важны протоколы собрания участников, но и устав. Тоже все всегда забывают, что есть устав. И обычно, если финка старая, или там живут соседи, достаточно много времени не менялись, то у них свои очень, как сказать, требования к проживанию, к новому собственнику. Поэтому это тоже обязательно нужно все проверять. Ну и также у нас, например, есть список в Excel, там больше 20 позиций. Ну, я так понимаю, любой из пунктов, если был не проверен, то рано или поздно он может вылезти, так сказать. То есть такая лотерея, вылезла, не вылезла. Люди часто говорят, я купил, сам оформил, все в порядке, прошло 10 лет, у меня все хорошо. Но это не факт, что через 11 лет чего-то не произойдет. Или прошел год, если все в порядке, то уже все. Всегда есть какой-то риск. Если кто-то готов рисковать, ну, это нормально, в принципе, для бизнеса. Но если у нас стоимость недвижимости высокая, то я все-таки советую всегда обращаться к адвокатам за проверкой. Одно дело, это агент недвижимости, у него своя функция, но агент недвижимости не проверяет. Также очень часто слышал, мне нотариус проведет сделку, проверит чистоту. Нет, нотариус не проверяет чистоту. Нотариус подписывает то, на чем вы согласились. То есть нотариус у вас попросит документы минимальные, там сертификаты или энергетику, но то симпли, минимальные требования. Все остальное, вы ответственны провести этот due diligence проверку недвижимости и согласиться, готовы или не готовы. И также очень важный момент, адвокат должен вступать на моменте подписания первого документа с агентством, потому что у нас какой документ, это оффер, предложение. Предложение и ваше предложение и акцепты с другой стороны. Там очень часто вот этот договор как раз он на один листик, он и содержит и аррос, и все положения, и продюдиль. То есть вам нужно на вот этом первом моменте сразу привлечь адвоката, чтобы он изучил, достаточно ли вот эти основания на один лист. Потому что очень часто это ограничение покупателя в течение трех месяцев совершить операцию. Представьте, что это очень сложная сделка, по которой нужно проверить большой объем документов. Вам не хватит три месяца. или, например, недвижимость, тоже у меня был случай, подписали вот АРАС, подписали пропосту, которая, она же являлась и АРАС, и в этом документе было указано про три месяца, но не было указано, что недвижимость оказывается наследована и находится в процессе внесения в реестр. А это заняло девять месяцев. То есть, в данном случае надо было подписывать сделку, а сделка как бы не подписывается. То есть, по факту, клиент мог потерять эти деньги? Конечно, здесь вопрос, как мы исполняем эту сделку. По идее, вы должны были проверить вот эти минимальные требования, агентство должно было уведомить вместе с собственником, что находится на таком этапе. То есть, обычная сделка, тоже мне пришла, ничего особенного, там тысяч стоит. То есть, это тоже иметь в виду на первом этапе, на минимальном этапе, прежде чем вы делаете оффер, предложение, вам нужно проверить, какой документ вам присылает агентство на подпись. Я всегда во всех процессах рекомендую заранее обсудить все нюансы, подготовиться, и потом весь процесс, и главное, после приобретения недвижимости все будет вкладка. Мне кажется, то же самое относится к любой сложной сфере, в страховании, в недвижимости, в поиске специалиста высокой квалификации. Чем больше времени вы потратите на поиск вашего специалиста, изучите все условия, тем проще дальше будет проходить весь процесс. И еще вопрос, который нужно иметь в виду, это стоимость недвижимости. Тоже зачастую у нас приходит, что стоимость 200 тысяч, а мы давайте договоримся за 100 и 100 наличными. На что это влияет? В будущем, если вы хотите продать эту недвижимость за 500, за полмиллиона, вы заплатите разницу, потому что это будет считаться вашим доходом. То есть, для продавца ему сейчас удобно продать дешевле, потому что он не заплатит налог, для вас хуже. И далее, если вдруг что произойдет с недвижимостью, если вдруг какие-то были скрытые недостатки, у вас больше гарантий, если вы укажете полную стоимость, в случае, если эту сделку будем признавать недействительной по какому-то мотиву. Раз тема зашла про нотариус, давайте подумаем, как можно провести сделку максимально быстро, особенно в условиях глобализации, когда люди не хотят выходить из своего дома и совершать крупные сделки. Пандемия изменила наш мир и многие процедуры теперь можно провести онлайн. Я слышала, что даже недвижимость можно официально приобрести онлайн, не по доверенности, а именно подписать у нотариуса. Насколько это правда, сейчас уточним у Инги. Да, действительно онлайн это новая процедура нотариальная, действительно ее можно сделать, но здесь имейте в виду, что она доступна резидентам. То есть, когда мы вносим систему, регистрируем в системе, то нужно вводить данные резиденции и вот этот номер до шапорта, на карточке которой, то есть, грубо говоря, эта функция доступна резидентам. Но для нерезидентов тоже есть такие способы особенные, зависит от нотариуса, как мы с ним это обсудим, но тоже возможно, но это скорее исключение для нерезидента. То есть, в принципе, если у человека золотая виза, он может, он имеет этот номер до сопорта, на карточке, он может сколько угодно приобретать без, без исключений, согласно общему правилу. Да, мы его регистрируем у нотариуса, регистрируем в системе и дальше, после регистрации он может осуществлять любые сделки. То же самое относится к корпоративному праву. Мы всегда советуем директорам, которые часто у нас путешествуют, зарегистрировать их сразу в системе. на случай, если они хотят выдать доверенность, провести какое-то собрание, не знаю, изменить устав, это тоже можно сделать онлайн, но при условии, что мы его заранее зарегистрировали. То есть, сейчас при каждой регистрации почти мы сразу зарегистрируем директора, если он у нас путешественник. И так, действительно, мы уже проводили несколько операций и все функционирует. А если приобретается на имя компании, то у администратора должен быть номер для суппорта от резиденции? Директор подписывает, конечно, директор подписывает. То есть, у него должна быть резиденция, если открыл SL, и у него, допустим, нет резиденции, а просто открыл компанию, то он не сможет подписать, если он не резидент. Сложно будет, можно внести, но, я говорю, есть исключение, непростая процедура, если не резидент без карточки, без ТИТОС, но как исключение. Насущный вопрос о приобретении недвижимости за криптовалюту. Есть два способа в Испании. Первый, вы можете обратиться в компанию, в частности, в HowToSpain, где с помощью лицензированных специалистов сделка будет гарантирована перед государством. То есть, если покупатель хочет оплатить в криптовалюте, но продавец при этом желает получить в евро, вы можете официально провести сделку у нотариуса и одна из компаний выступает гарантией на такой сделке. Для таких сделок требуется государственная лицензия. Есть второй способ, когда две стороны предпочитают осуществить сделку в криптовалюте. Как здесь происходит, я не знаю. В чатиках, как я называю, вижу разные мнения, в частности, о том, что мы друг друга перевели крипту, подписали, пожали руки и ушли. Ничего не подтверждали. Не подтверждали никакие доходы. И вот здесь меня терзают смутные сомнения. Давайте спросим, как это происходит в действительности, в реальности и что об этом говорит испанское законодательство. Действительно, такие сделки допускаются. Единственное, учитывайте, что это будет рассчитываться, считаться как мена, потому что криптовалюта это не средство платежа в настоящий момент пока что. И тоже иметь в виду, что немногие нотариусы готовы пойти на эти сделки. Как обычно это делается? Нотариус будет требовать подтверждения о том, что именно этот кошелек принадлежит такому-то лицу. И вот это лицо, продавец, покупатель перечислил вот такому-то лицу продавцу такую-то сумму. И эта сумма должна, естественно, там, скажем, 3 биткоина должно быть переведено быть в евро. И стороны должны согласовать в искритуре, в договоре купли-продажи, о том, что вот эта сумма равна такой-то сумме, и они согласны с этими условиями. То есть, грубо говоря, общими словами это осуществляется так, но, естественно, нотариус не будет проверять, откуда у вас произошли эти деньги. Это действительно так. Это может проверить в будущем налоговая, потому что вся информация по сделке передается в государственные органы. Поэтому, если у вас не пришло что-то в течение года, это не повод успокаиваться. Возможно, придет что-то через 3 года. С криптовалютой разобрались, а как быть с валютой других государств? Например, я иногда вижу, что владелец хочет продать недвижимость в Испании, при этом получить средства, например, в Украине, в гривне или в любой другой стране. Насколько это вообще реально, легально, все больше вижу таких объявлений сейчас в социальных сетях? Да, на самом деле, сейчас достаточно распространенный факт. Можно проводить платежи в любой валюте, в какой хотите. Единственное, опять же, как с криптовалютой, нам нужно указать в купле-продаже о том, что эквивалент вот этой суммы на евро считается такая-то. Почему? Потому что все операции должны проведиться как бы официально в евро, фиксироваться в евро. И далее оплачивается налог именно от суммы, оплаченной в национальной валюте. Еще одна хайповая тема, которую постоянно вижу в социальных сетях, это окупас. И, согласно тому, что пишут, говорят, что есть окупас двух типов. Первые, те, которые заняли ваше жилье, просто зашли с улицы, взломали замок, дверь, окно, залезли и живут там, вас не пускают. И вторые, которые до этого были, например, прилежными арендаторами, оплачивали арендные сносы и в определенный момент просто перестали оплачивать и владелец не может их выгнать. В соцсетях, скажем так, люди из народа называют их тоже окупас. Так ли это и что делать в обоих случаях? Действительно, я тоже читала, очень многие путают понятие окупас и арендаторы, потому что два разных лица. Окупас это всегда лицо, которое занимает недвижимость без титула, без правового титула. Вот вас нет, у вас вторая недвижимость, вы поехали на отдых, недвижимость у вас стоит, туда заселились и используют недвижимость. Это одно, это окупас. Вы ему не давали согласия на использование. Второй тип это контракт, по которому они у вас проживали, арендаторы, либо без контракта письменного, но устно вы разрешили им проживать, они вам оплачивали ренту, либо также может быть договор без оплаты, но по истечению договора, например, они отказываются съезжать, либо они прекратили оплачивать, вы считаете, что договор расторгнут и что они занимают нелегально недвижимость. Вот эти две разных вещи. Тоже я очень подробно объясняла у себя в статье, в блоге, прям с ссылкой на законодательство, тоже если будет интересно, советую ознакомиться. Очень интересная статья. То есть процедура выселения в данном случае немного отличается. Более того, если мы говорим об окупас, это еще и уголовное преступление для окупас. И для вас, если вы решите, например, перекрыть воду или отключить им свет, что у нас часто бывает именно отключение света и воды, и тут же приходит денунсия, заявление в полицию от окупас о том, что им не дают доступ спокойно наслаждаться проживанием. Да, откуда это пришло? От того, что считается, презюмируется, что недвижимость принадлежит тому, кто в ней проживает. Пока вы не доказали иное. Как вы это доказываете? В судебном порядке с предоставлением документов, правоустанавливающих документов на собственность. Опять же, процесс небыстрый, и мы всегда советуем иметь денунсию в полицию на этих лиц, которые проживают, чтобы зафиксировать и потом это использовать. Другая сторона это наши неплательщики, неплательщики по договору аренды. Их сейчас по новому закону можно выселить достаточно быстрый срок, где-то около шести месяцев, но это все зависит от суда, от региона и суда, к которому распределено дело. Какие сложности? Часто у нас арендодатель вступает в конфликт с арендатором и говорит лишнее то, что не нужно говорить. Либо, например, передает его личные данные агентству, которое якобы найдет ему новую недвижимость, либо пытается расторгнуть договор, который нельзя расторгнуть, потому что он длительный договор, и по закону он до пяти лет, если это жилое помещение. Тоже часто вижу, что вот я заключил на 11 месяцев, и я считаю, что это временный договор. То, что он на 11 месяцев не делает этот договор временным. Если там указано в договоре, что это Vivienda Temporal, по какому-то основанию, потому что я Nomada Digital, номадская виза у меня, я на 6 месяцев приехала. Это одно. Это действительно временный договор, через 6 месяцев он уедет. Но если этот договор долгосрочный, несмотря на то, что его заключили на 6 месяцев, и договор это Vivienda Abitual, постоянное место жительства, то в этом случае у него будут полные права оставаться, проживать в этой квартире до 5 лет. Чем это грозит? Это, естественно, невозможность нормально повысить арендную плату, потому что есть фиксированные нормы закона, по которым можно повышать. И, естественно, очень многие сейчас в связи с нашим рынком недвижимости хотят выселить те, кто проживает легально, но, к сожалению, это нельзя сделать. Тоже ко мне часто приходят, ты же адвокат, вот сделай что-нибудь. Не могу, потому что у вас договор подписан. Вы сами подписали договор, где-то скачали его, непонятно где, указали на 11 месяцев, потом еще его продлили на 11, считаете, что у вас два договора. Нет, это все один договор, считается, и возникает право постоянного проживания до 5 лет, вы не можете выселить, если только эта недвижимость не будет направлена на ваши личные нужды, что достаточно сложно доказать. говорят, что на практике есть такой способ выселить окупас или нежеланных арендаторов, которые перестали оплачивать взносы. Антиокупас, так называемая компания, которая помогает выселить нежеланных гостей вашей недвижимости. Они не бьют, не убивают, конечно, никого, но при этом это такие крупные парни, которые говорят, приходят и как бы стоят у двери, могут звонить, создают некомфортное проживание для тех, кто проживает в вашей недвижимости. Как это регулируется законом? Насколько это легально и стоит ли обращаться в такие компании или можно подвергнуть себя также риску? Риск действительно есть, потому что это будет считаться как моральное давление, как интимедофион и действительно они могут также обратиться в полицию с заявлением по факту совершенного преступления и заказчик будет соучастником того, что делают эти помощники. Как же бороться с ними? Ждать сюда только? Законно ждать сюда, да. Либо пытаться договориться с ними, также предлагая какую-то сумму. Это целый бизнес, есть чаты, группы людей, которые хотят занять чью-то недвижимость и постоянно ищут свободные дома и квартиры. И иногда они не планируют там жить, они просто хотят заработать, чтобы владелец узнал о том, что они там поселились и они говорят 3-5 тысяч евро заплати и мы уйдем. Вот так зарабатывают деньги. Одно из решений это поставить сигнализацию в квартире, тогда в случае, если обнаружится какое-то незаконное вторжение, у собственника всегда есть пара дней для того, чтобы сообщить полицию, полиция в этом случае примет соответствующие меры, но это нужно делать сразу, как вы заметили, вторжение. И также советую всегда выдавать доверенность на адвокатов на случай, если что-то произойдет, чтобы от вашего имени могли подать денунсию и сделать любые действия, пока вас нет. В Испании проживает множество предпринимателей, у которых в Испании нет никакого бизнеса, при этом они ведут бизнес в других странах. Один из частых вопросов в последнее время, могу ли я приобрести недвижимость в Испании на имя другой компании, например, в Эстонии. Мы уже все знаем, как в Эстонии получить электронное резиденцию и открыть бизнес. Таких людей все больше. Инга, так можно приобрести насчет иностранной компании и здесь недвижимость. Да, действительно можно так делать. Единственное, вам следует иметь в виду, что по срокам это будет намного дольше, чем физическое лицо, потому что вам нужно будет получать не только номер НИ на директора этой компании, но и номер НИФ на компанию. Чтобы получить этот номер НИФ, вам нужно иметь все документы по компании, которые требуют у нас органы, апостелированные и переведенные присяжным переводчиком в Испании. То есть, это обычно занимает какое-то время. Какой у нас еще есть проблема? В некоторых странах все реестры, та же самая Эстония или ЮК, у них реестры онлайн. И зачастую это просто скачивание с сайта информации. Что Испания требует, это апостиль. Апостиль это всегда официальный документ с печатью, подписью выдавшего лица. То есть, здесь обычно у нас операции немножко затягиваются, поскольку не всегда просто добыть эти документы. Также особо аккуратно со странами, которые не участвуют в конвенции по апостилю. Это, например, часто у нас приходит из Эмиратов. Нет конвенции по апостилю, это значит, что документы должны проходить легализацию, а это намного дольше процесс занимает времени. Но да, чтобы открыть компанию, купить недвижимость на компанию вполне возможно, но вот с соблюдением таких формальностей. Я вижу, что наши соотечественники часто хотят приобрести недвижимость с целью последующей сдачи, но при этом не учитывают некоторые моменты, например, минимальный срок аренды. Опять же, в соцсетях часто вижу, что сдам квартиру, дом на 11 месяцев. Давайте поговорим подробнее об этой теме с Ингой. Уверена, есть что нам сказать. Минимальный срок аренды, имейте в виду, что если вы сдаете как физическое лицо, это будет 5 лет, если это как юридическое лицо, то 7. И опять же, важно иметь в виду, что срок аренды, если вы указали 11 месяцев, это не значит, что он будет на 11 месяцев. Этот договор есть высокий риск, что он будет продлен до минимального установленного законом требования. И в течение всей этой срока аренды вы сможете повысить арендную плату на совсем небольшую сумму. Когда приобретают недвижимость для последующей сдачи в аренду, есть два варианта. Приобрести на имя физлица либо юридического, то есть компании. В каждом из случаев есть свои особенности. Инга, какое основное отличие между владением недвижимостью как физлицо и как юрлицо? Как выгоднее по опыту работы с клиентами? Почему выбирают компанию иногда? Какие преимущества есть? Для каких случаях? Выбирают компанию для сокращения расходов, для будущего ремонта, например, чтобы это все списать. Также в некоторых случаях, если арендуете как юридическое лицо юридическому лицу, то в этом случае в целях НДСа, который зачитывается в будущем. Все, что касается налогов, сейчас мы не будем входить в эту тему, он достаточно комплексный, сложный, зависит, опять же, от локации недвижимости, поэтому у нас есть налоговый департамент, который сможет проконсультировать вас, особенно, если у вас компания, вы планируете вести коммерческую деятельность, то я всегда советую заранее запросить достаточно комплексное изучение и с возможным даже сделать симуляцию расходов, доходов, того, что вы сможете получить именно с учетом налоговых требований на ближайшие, скажем так, 2-3 года деятельности. Инга, есть краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная аренда, скажи, пожалуйста, какие особенности каждой из них, как понять, в каких целях ты можешь использовать свою недвижимость и как что указывать в договоре для кого, на какой срок? Здесь следует определять, различать в первую очередь вебенда вакофьюналь, это то, что мы снимаем на Airbnb, на букинге, временная аренда на каникулы, на отпуск. Второй тип это вебенда темпораль, когда мы арендуем на определенный срок, например, перевод работника в Испанию по каким-то причинам. Те же самые намады, которые получили не на 3 года, а на 6, потому что их затребовала компания, их перевод на Испанию, либо студенты, которые сюда приезжают на 9 месяцев, в договоре всегда нужно указывать, что это не вебенда перманент, не абитуаль, а вебенда темпораль, и обосновывать, почему это вебенда темпораль, потому что вот у нас приехал переведенный работник, как финансовый директор в такую-то компанию, и будет здесь находиться 6 месяцев. Все, 6 месяцев проходит, договор расторгается, и он не становится вебенда абитуаль. То же самое со студентами. И третий вариант, самый сложный, который налагает достаточно широкие обязательства, и которому подчинем как раз закон об аренде 1994 года, это вебенда абитуаль. Тоже очень часто у меня в заголовке, в тексте контракта прослеживается, что это вебенда как раз долгосрочная аренда, и не короткосрочная, как у нас думают арендодатели, ставя, например, длительность в 11 месяцев. Если человек приобрел недвижимость и решил подзаработать, сдать ее просто на сезон, на лето в аренду, может ли он так поступить абсолютно с любой недвижимостью, или для этого нужно соблюсти некоторые процедуры? Здесь, я так понимаю, речь у нас идет о туристической аренде, и здесь, в Испании, достаточно серьезно регламентировано, и нужно получать лицензию. Опять же, имейте в виду, что в зависимости от локации недвижимости правила могут меняться, поэтому вам лучше узнавать вместо но лицензия это обязательно. Опять же, например, во многих регионах, почти во всех, ограничения сейчас на те же самые лицензии, что, например, это только первый нулевой этаж, что выше подниматься нельзя без согласия собственника, а по собственнике у нас согласия не дают 99,99%. Да, Инга абсолютно права, в каждом регионе свои правила, но Испания движется в том векторе, чтобы в целом лимитировать или даже отменять туристические лицензии. В некоторых регионах их уже вовсе отменили, например, на Майорке. Сейчас очень жесткие требования на Коста-Бланка, Валикант и другие города, поэтому все больше инвесторов уходят в сектор отелей и гостиничного бизнеса. Если вы, кстати, планируете приобрести отель или действующий бизнес в Испании, можете обратиться к нам, у нас есть некоторые интересные предложения. Правда ли, что отменили возможность приобрести недвижимость по доверенности? Слышала в соцсетях, видела, что сейчас крайне сложно приобрести недвижимость по доверенности и в тех же комментариях вижу, откуда вы это все взяли, все так же и происходит, но теперь нужно писать доверенность по какой-то другой системе. Насколько вообще это правда или очередные слухи? Я думаю, здесь речь все-таки о том, где выдавалась доверенность и как она проходила процесс опостиля, потому что бывают также ситуации, когда она выдаёт доверенность не так, как хочет наш нотариус видеть, а так, как у нас выдается в какой-то стране третий. Здесь тоже очень аккуратно с этим, потому что доверенность должна выдаваться, как мы это обычно делаем. Мы просим нотариуса сказать, что конкретно ты хочешь видеть для того, чтобы эта сделка прошла. Напиши нам точно так же. Мы это переводим тем же переводчиком, который у нас будет делать перевод назад. Переводим на язык, который нам нужно, где у нас будет выдаваться доверенность за границей. Там эта доверенность делается, апостилируется и перевозится нам сюда. И дальше мы это с пресс-сажерным переводчиком переводим абсолютно так же, как хочет видеть нотариус. В этом случае я не вижу проблем и опять же часто зависит от нотариуса. Кто-то вам скажет да, кто-то нет. То есть ищите того, кто это сделает. Но большинство проблем именно возникает от того, что неверно сделали доверенность так, как она должна быть. Еще один вариант. Доверенность можно сделать в консульстве, например, в Испании, но сейчас сложно. Вы комплексно помогаете тоже эту доверенность сделать, приобрести, провести всю сделку и так далее? Да, мы помогаем, но мы не помогаем делать вот за границей в любых местах. У нас в некоторых есть наши коллеги-адвокаты, которые могут помочь, но в основном это делает заинтересованное лицо. Испанию уже разрывают на кусочки. Стоит очередь на земельные участки. Если недвижимость, если земля находится у моря, на нее, как правило, стоит очередь и ищут, кому она принадлежит, чтобы выкупить и что-то на ней построить и подороже продать. Но отличается ли процесс приобретения земельного участка от приобретения просто недвижимости? Насколько это сложная сделка? По земельным участкам нужно быть предельно аккуратным. Почему? Потому что вам нужно определиться, зачем вам эта недвижимость нужна, для каких целей. Вы хотите сделать там застройку, построить жилой дом. В этом случае вам нужно смотреть на тип земельного участка. Очень часто мы видим объявления, продают в три раза дешевле и клиент не понимает, что он покупает, не понимает, что в Испании есть три вида земельных участков. Урбан, урбани сабли, на урбани сабли. Если он на урбани сабли, вы можете только посеять там картошку и капусту, собирать урожай. Вы не можете там никогда построить, поставить дом. Другое дело, это урбан, на урбани сабли. Там, да, при наличии определенных условий на урбан вообще никаких проблем нет. С урбани сабли немножко сложнее, но это реальная возможность построить что-то в будущем. То есть здесь вам в первую очередь это провести вот эту вот урбанистическую проверку, определить, какого типа недвижимость, какого типа земельный участок и что на нем можно делать, какие там ограничения. По поводу этого случая, кстати, к нам обратился клиент недавно, он из другой страны, из европейской и собирается переехать в пригород Валенсии в частный дом. Нашел на сайте Think of Spain, это портал типа идеалисты, дом, большой дом, все с ним классно, но он стоил подозрительно дешево, или стоили, 200 тысяч, это был огромный дом, он действительно стоил намного ниже рынка. Когда мы начали читать описание, мы увидели, что это как называется, не урбана, а другой, рустико, рустико, то есть рустико, и там по факту же, в доме наверняка была вода, там даже бассейн был, но это нельзя, то есть этот дом по факту либо могут запретить, использовать, либо не знаю, что, но снести вряд ли могут, то есть дом не соответствовал требованиям. Его продавали, когда ты знаешь закон, то ты понимаешь, что это недеживо, это очень дорого для него, потому что он там расположен незаконно. Но как наши используют, кстати, такой вид участков, ставят модульные дома иногда, то есть это как, грубо говоря, автодом, куда ты привез, поставил, через две недели можешь увезти на другое место поставить. Кстати, в Испании набирают моду, возможно, солнечными панелями можете поставить, но опять же, это не канализация, ничего, такая себе история. Допустим, вы успешно приобрели недвижимость, но стоит помнить о том, что ваша история с административными и налоговыми органами Испании только начинается. Вам предстоит ежегодно или в другой отчетный период оплачивать налоги. Некоторые наши соотечественники считают, что это, ну, как бы не очень серьезно. Пишут они письма налоговой, ну, и пусть пишут. В дом же у меня ничего не случится и действительно относятся, как мне кажется, иногда легкомысленно. Они не планируют продавать эту недвижимость, как я слышала мнение, я не планирую продавать недвижимость, пусть мне пишут, хоть опишутся. Что они у меня максимум могут сделать? При продаже будут проблемы, поставлены налоги, платить не будут. И иногда я слышу такое даже от людей, у которых довольно высокий уровень дохода и к ним применим налог на роскошь. Кто вообще отказывается оплатить его? Я не такой богатый, это очень минимальная сумма для роскоши, я не так богат, налог на роскошь, я платить не буду. Мы как адвокаты всегда советуем не спорить с налоговой. Если вам пришло какое-то требование оплатить налог, значит, они его рассчитали и это законодательно верно с вас его требуют. Вы оплачиваете и далее, если вы не согласны, мы начинаем процедуру обжалования. Но мы никогда не советуем не оплачивать, потому что вам придут пени, придет рекарго и в Испании достаточно высокое начисление, то есть каждым днем, что вы не платите, вам приходит этот рекарго. Платим и далее обжалуем. В зависимости от суммы неоплаты, уже смотрим, насколько нам рентабельно, например, пойти в суд, есть ли у нас основания. Если вы не платите, тоже у нас такое часто будет, что делает налоговое или социальное обеспечение, то же самое, два варианта, может быть наложено эмбарго на недвижимость. Это что значит, что будет в Nota Simple в выписке из реестра указано, что на недвижимость наложено обременение и, естественно, это усложнит вашу продажу в будущем или также, если сумма превысит какой-то определенный лимит, то эта недвижимость может быть продана с торгов для компенсации вот этой задолженности по налогам. С налогами лучше не спорить, оплачиваем и далее обращаемся либо в инспекцию с обжалованием, либо в суд. Вспомнила еще один случай с периода моей жизни в Таревехе. Там были владельцы недвижимости одни, которые не оплачивали долгое время налог и они даже долгое время не приезжали в Испанию, а потом узнали, что их квартира уже выставлена на продажу за долги. Они приобрели в каком-то агентстве, которое их не уведомило о том, что в принципе нужно оплачивать налоги. Они не знали, действительно не знали. Они купили, уехали, приезжали там иногда отдыхали и вообще никуда не вникали. По-испански не говорят, какие-то письма получали, там уже их выбрасывали, а потом они узнали, уже не помню как, что их квартира выставлена на продажу за неуплату налогов. Вот для меня это тогда был такой шок. Какая же сумма должна была скопиться, чтобы выставили твою недвижимость? Инга, вот какая сумма должна быть, чтобы твою квартиру выставили? Да, там она недорогая квартира была, в Тревехе в то время квартира 20 тысяч стоили. Но как этот налог мог набежать, не знаю, пусть за 5, даже за 10 лет, чтобы квартиру выставили на продажу? Я так понимаю, это высокая была сумма, что недвижимость стоила не 50 тысяч. И опять же, это вот эти доначисления налогов, и скорее всего, мы говорим действительно о 4 годах или более, когда они могут это взыскивать, и плюс начисления, потому что за каждый день просрочки у вас начисляется пение. Последняя горячая тема на сегодня токенизация недвижимости. Все больше инвесторов, инвесторов предпочитают вкладывать небольшие суммы во множество объектов, то есть приобретать не полностью квартиру или дом, а небольшую часть. Сейчас у Инги уточним, кстати, что именно вы приобретаете и как это регулируется законодательством. В первую очередь, что вам нужно иметь в виду, это то, что токенизация в данном случае не дает вам право собственности на недвижимость. Вы не становитесь ни собственником, ни акционером компании, которая вам продает. Вы просто получаете право, доречу до кредиту, вот это вот право какое-то, в будущем продать, уступить свое право, в обмен на какую-то денежную компенсацию. В случае, если вы, например, вошли в котлован, через 5 лет недвижимость построилась, вы получили увеличенную сумму, больше, чем вы вложили. Либо часто токенизация у нас направлена на то, чтобы завершить строительство и далее сдавать в аренду, и вы будете получать процент от эксплуатации, но вы не становитесь никогда собственником в настоящий момент. Возможно, у нас какое-то изменение законодательства будет в ближайшее время, но на настоящий момент вы просто получаете право требования, доречу до кредиту. Инга, сегодня получили массу полезной информации, давай резюмируем. По каким вопросам ты можешь помочь клиенту, который к вам обратится, в каких случаях лучше обращаться к вам? Наша компания занимается юридической поддержкой бизнеса, то есть это в основном компании, меньше предпринимателей, и, как я всегда говорю, если клиент занимается реальным бизнесом, если это серьезный бизнес, то без адвокатской поддержки в Испании просто не обойтись никогда. Начиная с первого договора о возможностях, не знаю, letter of intention, которые стороны просто договорились о будущем, будущей кооперации и заканчивая полностью проведением сделок. То есть здесь мы готовы вас сопроводить с абсолютно любыми вопросами, касающимися бизнеса, также и по лицензиям, и по трудовым вопросам, и по корпоративным, и также можем вести налоговые вопросы, налоговое сопровождение и бухгалтерию. Друзья, ну как вам? Получили ответы на все ваши вопросы о недвижимости и испанском законодательстве? Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, напишите какой-то комментарий. Ваш каждый комментарий помогает нам в продвижении нашего YouTube-канала. И буду благодарна за ваш лайк или дизлайк. В любом случае нам важно знать вашу реакцию. Если у вас есть идеи для наших следующих видео, также пишите в комментариях. Мы внимательно читаем все ваши пожелания и замечания и применяем их в следующих видео. Спасибо, что были с нами. С вами была Виктория Белякова агентства How to Spain. С нами всегда выгодно и интересно. С вами была Виктория Белякова и Виктория Белякова